На один день актовый зал ЛГПУ стал дискуссионной площадкой. Главная тема – педагогическое наследие Стали Шмакова. Идеи знаменитого учителя с годами не утрачивают своей актуальности. Их изучают, используют, усовершенствуют. Поговорить об этом собрались и практикующие педагоги, и педагоги будущие. Причем многие приехали на конференцию издалека. Баджаргал Цецеглен из Монголии. У меня будет работа, педагогическая деятельность Сталина Анатольевича Шмакова. Про его труды, то, как он работал, каким он человеком был, и что он делал для иностранных студентов. Я читала его труды, какая игра, какие он книги писал, что он делал. Очень великий человек был. А еще в зале ученики Стали Шмакова. Среди них председатель городского департамента образования Евгений Павлов, выпускник 24-й школы. В старших классах Шмаков преподавал ему специальные дисциплины. Именно благодаря Сталию Анатольевичу 24-я школа стала своего рода экспериментальной площадкой при ЛГПУ. В этой школе появились первые в регионе педагогические классы. Этот человек мне не понаслышку знаком. И, в принципе, многие, кто приезжает из других регионов, и кто брал опыт Шмакова в качестве образца и считает его легендой, мы с гордостью говорили, что этот человек работал в нашей школе и нас, собственно говоря, учил. Шмаковские образовательные чтения стали завершением месячника, посвященного юбилею знаменитого учителя. В 24-й школе в педагогическом университете прошли вечера, открытые лекции, концерты, посвященные памяти Стали Шмакова. То, что мы говорим о наследии Сталия Анатольевича Шмакова, это очень замечательно, потому что многие из всех ребят, которые сегодня учатся в педагогических вузах, они точно так же приходят на работу в дополнительное образование, приходят в школу. Я думаю, что Сталия Анатольевич очень хорошо бы сейчас вписался в федеральные государственные стандарты с его дополнительным образованием. Место проведения итоговой конференции, посвященной Шмакову, выбрано верно. Ведь именно в ЛГПУ Сталья Анатольевич преподавал 37 лет. Именно в этих стенах из-под его пера вышли десятки трудов, ставших сегодня классикой педагогической науки. Ольга Родина, Михаил Жилкин, Липецкое время.